Движение запрещено. Уъезда на исторический бульвар теперь регулярно дежурят сотрудники ГИБДД. Награда за развитие детского спорта губернатору Севастополя Сергею Миняйло вручили два кубка. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главам регионов до 15 ноября подумать над введением скользящего начала учебного года в школах и вузах. Об этом говорится на сайте Кремля. Изначально предложение о переносе старта на разные даты с 1 по 15 сентября поступило от помощника главы государства Игоря Левитина в июле этого года. Вопрос поднимался в связи с тем, что многие россияне из-за начала учебного года вынуждены прерывать свой отдых, несмотря на то, что в этот период летний сезон в той или иной мере заканчивается далеко не везде. Игорь Левитин привел в пример Испанию, Италию и Францию, которые уже сделали скользящий график из-за туризма. В Севастополе так и не появился уполномоченный по правам предпринимателей. Отклонен отчет об исполнении бюджета за прошлый год и создано три согласительные комиссии. Местное законодательное собрание сегодня вышло с каникул. На пленарном заседании губернатор озвучил своих кандидатов в общественную палату. Подробности сессии далее. Сергей Миняйло подписал указ о назначении восьми членов общественной палаты. Председатель законодательного собрания своих кандидатов пока не называет. Напомним, всего в общественную палату Севастополя войдет 24 человека. По восемь. От законодательной и исполнительной ветвей власти остальных определят уже назначенные общественники. Сейчас правительство подыскивает помещение для вновь созданного органа. А после того, как в законодательном собрании представить, да, если не вздохнуть, то, чтобы понятно было, как и помещение. Посмотрите, какой наиболее было придется. Вот с учетом размещения, да, и все остальные, мы должны двигаться. Назначить членами общественной палаты города Севастополя, от губернатора города Севастополя, Выдашенко Татьяна Семеновна, Гасанов Олег Саметович, Дронова Ольга Аркадьевна, Лаврик Анатолий Иванович, Лившиц Александр Рудольфович, Мамудзинов Инвер Толятович, Протерей Стефан Славчинский, Халаевич Евгений Георгиевич. Первый час работы после каникул депутаты энергично создавали согласовательные комиссии. Их учреждено три по количеству законов, ветированных губернатором в прошлом политическом сезоне. Теперь народные избранники будут вместе с правительством разрабатывать новые редакции. Речь идет о законе регулирования земельных отношений, об имущественной казне и уполномоченном по правам ребенка. Решение озвучат 15 октября и 1 ноября. А вот уполномоченный по правам предпринимателей в городе так и не появился. Этот проект тоже в свое время ветирован, однако сегодня комиссию решили не создавать, а голосовать. Точнее большинство опять отклонить, несмотря на все доводы. Изначально закон в первом чтении был, что назначает губернатор. В итоге закон получился следующим. Статья, согласно статье 3 закона, уполномоченным назначается на должность губернатором города Севастополя сроком на 5 лет по согласованию с уполномоченным предпрезидентом Российской Федерации по защите прав предпринимателей. То есть назначает губернатора по согласованию, а первого назначает законодательное собрание. Поэтому я настаиваю на своем проекте закона. Рекомендовать законодательному собранию принять закон с учетом предложения губернатора города Севастополя. В связи с этим, что профильный комитет поддерживает наложение вета и просит депутатский корпус без создания согласительной комиссии поддержать редакцию закона, который предложил Сергей Иванович Миня. За 11 против 8 раздержались 4, решение не принято. Во втором чтении практически единогласно принят закон о правовых актах Севастополя. А заслушав отчет об исполнении бюджета за прошлый год, депутатский корпус снял этот вопрос с повестки дня. Анна Малышко, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя. Блокада Крыма и Севастополя как средство давления абсолютно бессмысленно и бесполезно. Губернатор Севастополя на пресс-конференции прокомментировал продуктовую изоляцию полуострова со стороны материковой Украины. Сергей Беняйло отметил, что ни по одной из групп товаров регион не зависит от сопредельного государства. Более 70% рынка уже переориентировано на материковую часть страны. В настоящее время налажен товарооборот с Турцией в планах Греция. После визита делегаций из города Каринф ведутся переговоры о поставке в Севастополь товаров народного потребления. При попустительстве руководства или политического руководства сопредельного государства это конечно нонс с одной стороны. С другой стороны мы с вами прекрасно понимаем, что если бы это было в прошлом году, в мае месяце, июне месяце, для нас бы это было сложно. У нас это просто ускорит процесс перехода на так называемое импортозамещение. И активизирует производство своих продуктов питания, товаров народного потребления, как в Севастополе и в Крыму, так и в других субъектах Российской Федерации. Завтра у меня встреча в Минпромторге по этим же вопросам в том числе. И в следующий ряд встреч с представителями крупного сетевого российского бизнеса по вопросам логистики и поставки продовольствия. Следственные органы разыскивают мужчину, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Расследуется уголовное дело по факту убийств 19 пожилых женщин, которые проживали в республике Татарстан, Мариэл, Удмуртии и Пермском крае, Нижегородской, Свердловской и Ивановской областях. Кроме того, на территории Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов произошло еще 13 аналогичных преступлений, которые рассматриваются следствием как совершенные тем же лицом. В настоящий момент информации, кто именно причастен к убийствам пожилых женщин, правоохранители не располагают. Но имеется ряд примет и составлен фоторобот. Итак, это мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста около 175 см, худощавого телосложения, при этом физически развит, имеет сильно выраженную восточную внешность. Был одет в темную короткую куртку с капюшоном, черные брюки, спортивную обувь. Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 7-978-936-8052 или 102. У въезда на исторический бульвар теперь регулярно дежурят сотрудники ГИБДД. Их цель – своевременно выявлять незаконное передвижение автомобилей и предотвращать возможные нарушения правил дорожного движения. Внимание водителей они обращают на установленный дорожный знак «Движение запрещено». Беспрепятственно въезжать на исторический бульвар имеют право лица, которые проживают или работают в районе данной территории, а также обслуживающие персоналы и граждане с ограниченными физическими возможностями на инвалидных колясках. В случае нарушения правил дорожного движения виновный будет привлечен к административной ответственности штраф 500 рублей. Правительство Севастополя продолжает борьбу с незаконной торговлей. После вступления в силу закона об административных правонарушениях, сотрудники Управления благоустройства Департамента городского хозяйства регулярно проводят мониторинги по выявлению несанкционированных торговых точек. Специалисты напоминают, торговать на территории города разрешается исключительно при наличии необходимой документации. В случае ее отсутствия нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Если таковой документации не имеется, то будет составляться административный протокол по статье 5.11 «Незаконное размещение торговых объектов». Сохранность жилищного фонда, много квартирных домов, штрафные санкции за незаконные постройки, оказание услуг физическим и юридическим лицам. С такими вопросами севастопольцы могут обратиться в Государственный жилищный надзор. Орган исполнительной власти в нашем городе функционирует с июля 2014 года. За это время в ведомство поступило свыше 850 обращений. В первую очередь вопросы касались реконструкции и перепланировки жилых помещений, создания товарища собственников недвижимости, назначения административных штрафов и ликвидации незаконных пристроек. По словам исполняющего обязанности начальника Государственного жилищного надзора города Севастополя Владимира Дагриджана, на сегодняшний день сотрудники структуры активно консультируют граждан по вопросам жилищного законодательства России. Основная цель доведения до собственников и до управляющих организаций – жилищное законодательство Российской Федерации. Сейчас ставится основной упор, чтобы организации и специалисты обучились этому направлению, для того, чтобы качественные услуги могли предоставить нашим гражданам. Вот основная цель сейчас, на сегодняшний момент, Государственного жилищного надзора города Севастополя. Участники Севастопольской строительной выставки заключили контракты приблизительно на 600 миллионов рублей. Об этом во вторник, подводя итоги мероприятия «Крым-Юг-Россия», заявил руководитель проекта Андрей Разин. По его словам, 19 строительных компаний ведут переговоры по вхождению в свободную экономическую зону. Так, например, группа инвесторов предлагает в течение двух-трех месяцев построить дистрибьюторский центр и склад готовой продукции кирпича. Подробности далее. 19 предприятий ведут переговоры о вступлении в Севастопольскую свободную экономическую зону. На пресс-конференции во вторник подвели предварительные итоги выставки «Крым-Юг-Россия». В минувшие выходные на площадке в Мусоне она собрала 89 компаний. Это строители, дизайнеры и архитекторы со всей страны. Подобный масштабный проект реализован в Севастополе впервые. Организаторы сами того не ожидали. Настала выставка международная. Представители Венгрии и Турции не побоялись европейских санкций и заявили о своей готовности заходить в регион. С учетом того, что вы видите, что сейчас разворачивается кампания против Крыма, не пускают грузы сюда, что Украина практически саботирует полностью остров. Самый главный упор, который делал губернатор и делает по сегодняшний день, это все-таки открывать предприятия здесь, на территории все-таки Севастополя, производить стройматериалы здесь и здесь же использовать их для того, чтобы они приносили именно пользу в строительстве города Севастополя. Приблизительно мы посчитали, значит, на данной выставке предварительных договоров составлено более на 600 миллионов рублей, значит, уже тех предварительных договоров, кто готов вложить уже деньги в Севастополь. Компания «Заборстрой» из Буховещенска в ноябре приступает к строительству производства Севастополя. Завод «Ростов-Камень» нашел дилера в Крыму, окупил участие в выставке уже в первый день. Завод «Орбет» производитель уличной мебели, Сергей Иванович тоже обратил на нее внимание, ну просто шикарные такие вещи, готовит проект по поручению губернатора. Компания «Техноблок» подает документы на вступление в СЭС. Компания «Зочи» подписала семь контрактов на оптовые поставки. Торговый дом «Терраса» в Санкт-Петербург нашли дилера в Севастополе, подают документы в СЭС, будут строить завод в Севастополе. ПВК «Автоматика» заключила более 40 договоров. Каждое предложение, если оно реальное, будет рассмотрено, заверил Сергей Миняйло. Так, например, белгородская компания подготовит для Севастополя варианты городской мебели. Это скамейки, урны и вазоны. Я, встречаясь на выставке с представителями бизнеса других регионов, сказал, что, уважаемые друзья, вот те условия, которые у нас сегодня существуют, это и свободно, законно-свободно экономическая зона, это те площадки, которые есть. Если кто-то хочет подробно поговорить, мы открыты, мы готовы к разговору, готовы рассматривать любое предложение. В планах Оргкомитета Крым-Юг России создать межрегиональную некоммерческую организацию и постоянно действующую продовольственную выставку, а уже в следующем году провести в Севастополе 12 отраслевых мероприятий. С бюджета города мы не берем ни рубля. Нам самая главная задача – это привезти сюда субъекты Российской Федерации, привезти сюда производителей, помочь нашему малому бизнесу и обеспечить не только продовольствием, строительством, хорошим качеством жилья, а также услуг, но и обеспечить рабочие места. Следующая выставка в рамках проекта «Крым-Юг России» пройдет с 20 по 22 ноября. Заявленная тема – индустрия здоровья и красоты. Акцент будет сделан на сферу импортозамещения в сфере здравоохранения. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. 40 одаренных детей из многодетных семей Севастополя будут получать стипендию из городского бюджета. Об этом заявили в Департаменте труда и социальной защиты населения. Претендентов было 103. У всех – особые достижения в разных областях – культуре, спорте, образовании. Лучших выбрала специальная комиссия. Среди стипендиатов – призеры городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований. В рамках государственной программы «Социальная поддержка семьи и детей города Севастополя на 2015 год», утвержденной постановлением правительства, мы определили размер стипендий 800 рублей в месяц, количество стипендий 40 человек. Стипендии будут выплачиваться в течение четырех месяцев, а затем уже будет новое заседание комиссии. Мы определимся на перспективу. Список детей, которые получили наиболее высокие результаты – 40 человек. От департамента образования – 22 кандидатуры, от управления молодежью и спорта – 16 кандидатур, от главного управления культуры – 2 кандидатуры. Юным стипендиатам сертификаты в торжественной обстановке вручат уже через неделю. О том, что такое пенсионный фонд и на какие отчисления следует рассчитывать каждому в старости, рассказали 11-классникам школы номер 22. В рамках всероссийской акции «Единый день пенсионной грамотности» сотрудники фонда рассказали школьникам об их правах и обязанностях. Закон разрешает заключать трудовые договоры с лицами от 16 лет, поэтому беседа со старшеклассниками актуальна, говорят специалисты. Полученные знания помогут ребятам избежать ошибок в будущем и обезопасить свой труд. Когда ты доходишься в преддверии выхода во взрослую жизнь, безусловно, нужно знать как можно больше, чтобы не сделать ошибок. И это цель нашей информационно-разъяснительной компании, ради которой мы здесь присутствуем. Буквально уже через год с небольшим эти ребята будут вступать в трудовые отношения. Это значит, что они станут участниками той солидарной пенсионной системы, которая на сегодняшний день существует в Российской Федерации. Поэтому они должны знать, каким образом уже с первого дня своей трудовой деятельности они могут позаботиться о своей будущей пенсии. Школьники отнеслись к лекции с большой ответственностью, слушали сотрудников пенсионного фонда и задавали вопросы. Для себя ребята вынесли главное – достойная пенсия зависит от личной ответственности еще в молодости. Нам будут выплачивать зарплату, из этой зарплаты проценты будут высчитываться в пенсионный фонд. То есть потом, через некоторое время, когда мы уже будем старенькими, нетрудоспособными людьми, так сказать, нам будет выплачиваться эта пенсия, которая засчитывалась за все эти годы. Дальше уже взрослая жизнь, учеба, работа. И иногда в университете приходится подрабатывать. То есть, естественно, все вот эти вот ошибки, все нюансы надо знать. Одна из распространенных ошибок, как я считаю, – это зарплата в конверте, которая нигде не учитывается в трудовой книжке и, естественно, никак не будет учитываться и в пенсионном фонде. Акция «Единый день пенсионной грамотности» продлится до конца года. Сотрудники ведомства расскажут учащимся школ, техникумов и колледжей о российской пенсионной системе, формуле подсчетов и о правилах формирования будущих выплат. Жизнь в городе может быть удобной и без машины. По крайней мере, в этом уверены экологи. Во вторник МИР провел акцию «День отказа от автомобилей». Всем водителям рекомендовали не ездить на машинах, а пересесть на более экологически чистый вид транспорта, например, троллейбус. Съемочная группа информационного канала «Севастополя» утром наблюдала, кто из севастопольских политиков пришел на работу пешком. Без четверти восемь. Пешком на работу идет губернатор Севастополя. Обходы и объезды для него обычная практика, однако подобные прогулки очень не любят коммунальщики, потому что сразу получают поручения. Читомникам полезно ходить пешком или обходить территорию, на которой они находятся. Ну и в том числе иногда и объезжать, конечно, но тем не менее. Я думаю, когда соответствующие должностные лица идут по городу и по улицам, они своими глазами видят, что происходит на улицах и видят людей. Поэтому люди к ним в это время могут обратиться и высказать как свои пожелания, так свои замечания, просьбы, предложения, жалобы. Я думаю, что это нормальная практика, когда люди, чиновники ходят по городу. Идея прийти на работу пешком вчера на аппаратном совещании рассмешила госслужащих. А уже сегодня утром по улице Лазарева, размахивая портфелем, спешит в свой кабинет замгубернатора Алексей Еремеев. Примерно в это же время по улице Ленина спускается второй заместитель Александр Пушкарев. Ну, как сказали, надо пешком без машины. На троллейбусе или пешком? Пешком. Акция «День без автомобиля» впервые прошла во Франции в 1998 году. Сейчас эту инициативу поддерживает почти 100 городов по всему миру. В этом году в России мероприятие проходит в 24 городах. Однако на практике автовладельцы в своем большинстве игнорируют инициативу. И хотя в правительстве Севастополя на день решили отказаться от автомобилей, площадка перед зданием на Ленина-2 все равно постепенно начинает заполняться автотранспортом. Мы с Олегом Викторовичем едем сегодня на гидроузел номер 3. И мы едем на полигон проверять его работу, потому что к нам едет замминистра Минстроя России, один Андрей Владимирович Хибицев. Поэтому, к сожалению, ну никак, на велосипеде туда не доедешь. Но после обеда обязаем машину поставить и обязательно без нее ездить. Без машины в современном мире никуда, уверены таксисты. Они и так ежедневно возят тех, у кого собственного автомобиля нет. У них количество заказов зависит не от погоды и даже не от акций. Трудно угадать. Дождь не влияет, похоже. Если денег нет у человека, какая разница. Дождь не дождь. Кто опаздывает? Когда как? Это как игра. В Москве акция «День без автомобиля» проводится с 2008 года. Столичные власти на сутки снижают расценки на общественный транспорт, выпуская специальные билеты. Возможно, в следующем году эту практику введут и в Севастополе. Анна Малышко, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя. Два кубка за вклад в развитие детского спорта вручили сегодня губернатору Сергею Миняйло. Один как главе субъекта Российской Федерации, другой как президенту Олимпийского совета города. Призы вручили представители Российского союза спортсменов. От организации в наш город приехали 15 человек. Среди них четырехкратная рекордсменка мира, чемпионка планеты по прыжкам в высоту Тамара Быкова, а также золотые медалисты Олимпийских игр Людмила Титова, конькобежный спорт, и Владимир Козлов, бобслей. Были подарки спортивным деятелям Севастополя. Удостоверение членов Президиума Олимпийского совета нашего города им выручил губернатор Сергей Миняйло. Документы получили руководители городских спортивных федераций, известные тренеры, в том числе и спортивный комментатор Владимир Милянский. Торжественное мероприятие провели в рамках автопробега олимпийских чемпионов. Он проходил по маршруту Анапа, Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь. В среду группа олимпийских чемпионов посетит Симферополь. Севастополь принял делегацию олимпийских чемпионов впервые. По городам России подобная акция проходит уже в восьмой раз. Мы хотели бы, мы в каждом городе, куда приезжаем, мы хотели бы выразить особую благодарность за поддержку детского спорта. Потому что развивая детский спорт, это означает, мы готовим платформу для формирования нового поколения олимпийцев. Наша команда представляет два города-героя. Город-герой Москву и город-герой Ленинград. В октябре 1941 года, вы знаете, что началась одновременная осада трех этих городов. Поэтому примите в знак глубокой благодарности за то, что вы находитесь в силе, поддерживаете в этих непростых условиях. Чисто по-человечески говорю вам слова благодарности. Вы мужественные люди, вы сильные люди, вы целеустремленные люди. В Севастополе у нас есть все возможности с точки зрения климатических, географических, для развития практически всех видов спорта. Что инфраструктура, та, которая на сегодняшний момент существует, она не отвечает требованиям, я уже об этом сказал. Но программа есть, и мы эту программу начали реализовывать и будем реализовывать. И нас поддерживают полностью федеральные органы и исполнительные власти. Я докладывал по этим вопросам в правительстве. Президент Российской Федерации нас поддерживает в этом вопросе полностью. На этом у меня все. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok